Издательство «Книга вслух» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Виктор Гюго Гаврош Когда-то давным-давно в Париже было столько же бездомных детей, сколько в лесу птичек. Птичек звали воробьями, а ребят — гаминами. Это были мальчуганы от семи до тринадцати лет. Жили они обычно стайками. Носили рваные отцовские панталоны, волочившиеся по земле. Голову покрывали старыми шляпами, натянутыми ниже ушей. Курили трубку, матерились, как извозчики. Целыми днями бродили по улице, ночевали, где попало, но никогда не унывали. Маленький Гаврош как раз подходил под сделанное выше описание Гамина. Он носил мужские панталоны, правда, не отцовские, и женскую кофту, но не материнскую. Чужие люди из милости дали ему эти лохмотья, а между тем у него были отец и мать. Но им было наплевать на него, поэтому этот мальчик чувствовал себя на улице лучше, чем дома. Мостовая была для него не так жестка, как сердце его матери. Однако изредка, раз в два или три месяца, он говорил себе «Пойду-ка я навещу своих родителей». И отправлялся в один из отдаленных кварталов Парижа. Когда он заходил домой, мать, не глядя на него, спрашивала «Где ты был?» Он отвечал «На улице». Когда он уходил, она также безразлично бросала ему след «Куда ты идешь?» И он отвечал «На улицу». В одной из таких посещений у дверей дома он встретил соседку. «Здравствуй, Бюргенша. Как поживаешь, старушенция?» «Я пришел навестить своих», — сказал Гаврош. «Никого нет, постреленок», — ответила старуха. «Вот те на. А где же мой отец?» «В тюрьме Лафорс. А мать?» «Исчезла в тот день, как арестовали твоего отца». «Но сестренки?» «В приюте». Ребенок почесал за ухом, взглянул на старушку Бюрго и процедил. «Понятно». Потом повернулся на каблуках и ушел прочь. Минуту спустя старуха услышала, как он, удаляясь, запел своим звонким тонким голоском какую-то веселую песенку. Весной 1832 года во Франции развернулись важные события. Французские рабочие, ремесленники, весь трудовой народ не могли больше терпеть голод, нужду и притеснение правительства. В разных городах страны то тут, то там вспыхивали бунты. Париж не стал исключением. Отряд вооруженных рабочих и студентов углубился в старинный квартал города, где улицы были узкие, а дома стояли в кривь и в кось. Появление шумной толпы нагнало панический ужас на всех обитателей улицы Шанврери. Редкие прохожие поспешили скрыться. Всюду моментально затворились двери лавок, квартир и подвалов. Заперлись ворота домов, закрылись окна, портьеры и ставни. Какая-то испуганная старуха даже загородила свое окно тюфиком, чтобы заглушить треск ружейных выстрелов. Только кабачок остался открытым, да и то по той причине, что в него ворвалась вся группа бунтовщиков. Спустя несколько минут из решеток окон кабачка были выдернуты все железные прутья, а мостовая перед домом разобрана по кирпичику. Камни нужны были для постройки баррикады. Гаврош был в гуще событий. Сияющий, восхищенный, он сновал взад и вперед, поднимался вверх, спускался вниз, шумел, кричал. Что заставляло его рисковать своей жизнью? Нужда. Что окрыляло его? Веселье. Гаврош был похож на вихрь. Он был в нескольких местах одновременно, его голос слышался повсюду, он не давал ни минуты покоя ни себе, ни другим. Он подгонял ленивых, подбадривал уставших, кого-то веселил, кого-то злил, останавливался на мгновение и опять бежал куда-то, кружил, вился над этим шумным муравейником. Ворчал, бурчал, надоедал, как навязчивая муха. Наконец, работа по сооружению баррикады была завершена. Ружья и карабины заряжены, часовые расставлены, бунтовщики, окруженные безмолвными, точно вымершими домами, ни одним звуком не выдававшими присутствия в них живых людей, окутанные сгущающимися сумерками, застыли в безмолвии, которым чувствовалось приближение чего-то страшного, трагического. Одинокие, спокойные, полной решимости, они ждали неизбежного. Наступила ночь, но войска не появлялись. Слышался лишь какой-то смутный гул, и по временам доносился треск ружейной пальбы. Редкий, довольно слабый и отдаленный. Это было явным свидетельством того, что правительство собиралось с силами. Пятьдесят бунтовщиков на улице Шанврери поджидали шестьдесят тысяч противников. В нижнем зале кабачка при тусклом свете двух агарков гаврош помогал делать патроны. Тут к нему обратился один из повстанцев. — Послушай, дружище, ты маленький, и тебя не увидят. Выйди за баррикаду, прошмыгни вдоль домов, поболтайся по улицам, потом вернись и расскажи нам все, что увидишь и услышишь. Гаврош гордо выпрямился. — Ага, — сказал он. — Значит, и малыши вроде меня могут на что-нибудь сгодиться. — Хорошо. Я пойду. Десять часов пробило уже на башне Сан-Мэри, а вокруг было по-прежнему тихо. Несколько студентов с карабинами в руках притаились возле лазейки между домами и баррикадой. Они сидели молча, внимательно прислушиваясь к раздававшемуся в отдалении глухому шуму шагов. Вдруг среди унылой тишины зазвучал молодой веселый голос, распевавший какие-то стишки на мотив старой народной песни. — Это Гаврош, — шепнул один из них. — Предупреждает нас, — добавил второй. Чьи-то поспешные шаги нарушили безмолвие пустынной улицы. Вслед за тем появилась маленькая фигурка. Это действительно был Гаврош. Очутившись внутри баррикады, он весь запыхавшись крикнул. — Быстрее! Дайте мне ружье! Они идут! — Сорок три человека, в том числе и Гаврош, стояли на коленях внутри баррикады. Просунув дуло ружей и карабинов в щели между булыжниками, как в бойнице, все молча ждали сигнала к бою. Прошло еще несколько минут. Наконец послышался мерный тяжелый топот множества ног. Ружейные залпы чередовались с картечью. Бунтовщики не отвечали. Но вот солдаты подняли пушку намного выше, с таким расчетом, чтобы ядро сбило верх баррикады и осыпало повстанцев, как картечью, дождем каменных осколков. — Надо во что бы то ни стало уменьшить вред, причиняемый этими пушками, — сказал Анджолерас и крикнул. — Стреляйте в артиллеристов! Баррикада, так долго до сих пор молчавшая, открыла шквальный огонь. Шесть или семь залпов следовали один за другим. Всю улицу заволокло едким дымом, и через несколько минут сквозь эту пелену, нависшую как туман, которой прорезывали огненные молнии, можно было различить, что две трети артиллеристов лежат под колесами пушек. — Вот это хорошо! — сказал кто-то, обращаясь к Анджолерасу. — Это почти победа! Анджолерас покачал головой и ответил. — Еще четверть часа такой победы, и на всей баррикаде останется не больше десяти патронов. Коврош услышал эти слова. Он взял в кабачке корзину из-под бутылок, выбрался за баррикаду и начал пересыпать в свою корзину патроны из-под тронташей убитых солдат национальной гвардии. — Что ты там делаешь? — крикнул ему Анджолерас. Коврош поднял голову. — Я собираю патроны! — Немедленно вернись назад! — Сию минуту, — ответил Говрош, и одним прыжком очутился посреди улицы. Солдаты, отступая, оставили за собой гору трупов. Они лежали на земле по всей улице. Говрош видел перед собой кучу патронташей, что обещало большой запас патронов для баррикады. Дым застилал улицу точно туман, и эта темнота как нельзя лучше благоприятствовала и Говрошу. Прячась в складках этой завесы, он, благодаря своему небольшому росту, мог пробраться по улице довольно далеко, и не будучи замеченным, и не подвергаясь никакой особенной опасности, опустошил первые семь или восемь патронташей. На одном из убитых он нашел пороховницу. — На случай, если захочется пить, — сказал он, опуская ее в карман. Подвигаясь вперед, он достиг, наконец, места, где туман стал гораздо прозрачнее. Настолько прозрачнее, что линия стрелков регулярной пехоты, занимавшая место за насыпью, сложенной из булыжника, и стрелки городской национальной гвардии, занимавшие угол улицы, вдруг стали указывать друг другу на какой-то предмет, двигавшийся в дыму. В тот момент, когда Говрош забирал патроны у сержанта, лежавшего около тумбы, в труп ударила пуля. — М-м-м, — проговорил Говрош, — они стали стрелять в мертвых. Вторая пуля ударила в камень как раз возле него. Третья опрокинула его корзину. Говрош поднял глаза и увидел, что национальные гвардейцы стреляют не по трупам, а в него. Он выпрямился во весь рост и с развивающимися по ветру волосами упер руки в бока, вперел глаза встрелявших в него солдат национальной гвардии и вызывающе запел песенку. Потом он поднял корзину, сложил в нее, не оставляя ни одного всеупавшей на землю патроны, и, подойдя еще ближе к стрелкам, стал опустошать другой патронтаж. Там, мимо него, просвистела еще одна пуля. Говрош продолжал петь. Зрелище это было ужасным и одновременно захватывающим. Говрош, казалось, насмехался над стрелками. На каждый выстрел он отвечал новым куплетом. Стреляли безостановочно, но все время промазывали. Солдаты национальной гвардии и солдаты регулярной пехоты смеялись, целясь в него. Он ложился, потом вставал, прятался за угол двери, потом вскакивал, исчезал, потом опять показывался, уходил и возвращался, сердился и в то же время собирал патроны, опустошал патронташи и наполнял свою корзинку. Бунтовщики следили за ним, затаив дыхание. Но вот одна пуля, меткая и коварная, настигла храброго мальчугана. Гаврош зашатался и упал лицом вниз на мостовую. С баррикады раздался крик ужаса. Гаврош приподнялся. Тонкая струйка крови стекала по его лицу. Он взглянул в ту сторону, откуда раздался выстрел и снова запел. Но закончить куплет ему не удалось. Вторая пуля навеки оборвала его песню. Маленький мальчик и отважный повстанец был убит. Субтитры создавал DimaTorzok